Я приветствую всех и каждого, меня зовут Семён, и мы продолжаем проходить сублюстром игру, в которой полно труб, котлов, вентилей и других элементов урбанистического пейзажа, и сопровождают это всё странные, такие пугающие, напряжённые звуки, в воздухе всегда висит какое-то напряжение. Мы остановились на том месте, где остановились в прошлой серии, я имел в виду находимся, я подходил вот к этому аппарату, не знаю что, меня немножко отцикли, но я решил начать новую серию. Так, здесь опять какие-то вентили, шментили. Что это такое вообще? Не, не канает? Не. По какому признаку вот их надо цеплять? Потому что я, допустим, совершенно не знаю и не помню каких-то записок в такой аппарат. Ну ладно, запомним, что он есть. Пока мы на этой локации, в принципе, запоминаем, что здесь есть. Особо непонятно, что и как нужно делать. У меня есть предположение, что нам нужно на трамвай отсюда уехать, каким-то образом его завести. Но это пока лишь предположение. Так, здесь какая-то тачка стоит. Да, историческая. Давайте к ней подойдём. Так, от неё мы взяли рычаг. Так, и на номерах есть какая-то активная точка. Но они грязные, да? Наверное, нужно их почистить, и мы узнаем номера. SL последние, да, буквы? Или SI? У меня нечем их протереть. Может попробовать... Нет, если я отсюда её взял, то обратно её ставить смысла нету. Так, сюда никуда зайти тоже нельзя. Я правильно понимаю? И туда нас тоже не пускают, только обратно. Ладно, давайте пойдём дальше сюда. Так. Сюда подойти нельзя? И сюда тоже. Надо ещё на пол внимательно всегда смотреть. Так, если я пойду сюда, я вернусь на то же место. Правильно я понимаю? Нет, это... Это багажник автомобиля. Но его я открыть тоже не могу. Можно попробовать рычаг. Windows 2. Так. Камера не двигается. Значит, нужно найти что-либо, что открывает этот... Багажник, наверное, какой-то ключ. Осталось понять, где его найти. Так, назад я возраститься не могу. Назад я имею в виду к Дальмену. Давайте попробуем пойти сюда. Так, могу пойти обратно к трамваю. У меня, кстати, там ещё не было на этой стороне. Могу пойти, наверное, сюда, на лестницу, да? Здесь ничего интересного. Давайте поднимемся, посмотрим, что тут. Так, здесь опять какой-то котёл непонятный. Так, это что такое? Фомка, что ли? Да, лом. В любой игре есть лом. Так, кран не работает, да? Почему? Пока у меня много вопросов и никаких ответов. Давайте осмотримся ещё немножко внимательнее. Ладно, а если попробовать ломом, открыть багажник. По идее, решение логичное. Даже более чем. Ладно, давай сначала сюда сходим, потому что, может, я там найду какой-нибудь ключ или ещё что-либо, интересно. Так, отсюда и оттуда я пришёл. Так, это что такое? Какая-то туника, что ли? Тряпка. Тряпка, 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 тряпка. А зачем мне тряпка? А, ну-ка. Так, по-моему, я понял. Помните, я говорил номера протереть? И тут как раз мне дают тряпку. По идее, это должно быть связано. Здесь ничего не дают случайно. Так, раз уж мы уже сзади, давайте попробуем ломом открыть багажник. Ага. Канистра, канистра, канистра. Канистры, наверное, можно набрать воду в фонтане. Только я не помню, там вода вообще, в принципе, была, нет? Так, здесь больше ничего, да? Так, давайте попробуем тогда протереть тряпкой. Номера. Только зачем это? Что это нам даст? Какую-то комбинацию. Да. Так, R573S-I. Или SL. R573SL. R573SL. Ладно. Совсем понял, что это нам даст. Так. Давайте пойдем обратно, потому что, мне кажется, я там не дошел до конца. Я могу что-нибудь упустить. До 100%. Так, здесь я взял тряпку, правильно? Больше я нигде ничего найти не могу. Давайте дальше пройдем. Так, если, по-моему, еще не было, я оттуда пришел. Так, вот это что такое? Сюда можно пройти. Сейф. Сейф. Комбинации. У меня нет комбинации пока. Надо ее где-то искать. Так, а это что такое у нас? Ой. Что-то какая-то бешеная схема. Я так понимаю, это трамвай. Это какие-то своего рода связи непонятные. Или это не трамвай? Так, еще не что-то схема города, да? Ну ладно, разберемся, походу. Ничего пока не понятно. Так, еще одна. Схема питания городской электрической сети. При задействовании насосной станции. Насосной станции. Так, ну вот они все между собой связаны. Минус, плюс. Для обеспечения трамвайного сообщения все должны быть связаны в одну цепь. Помните, еще в записке он говорил, что они должны быть соединены между собой или цепью, или... или не цепью. Отвлекают постоянно, блин. Не даются сосредоточиться. А у меня есть такая идея, что шифр от сейфа это номер. Только здесь нету букв. Вот в чем проблема. А там было P573 SL, да? Так, я так понимаю, вот на это нужно ориентироваться. Так, я промахнулся. Пять, семь, три. Нет? Ну-ка. Пять. А если вот так вот? Семь, три. Должны же быть какие-то щелчки? Нет, что-то, короче, не канает. Надо, наверное, все-таки сходить в то дальнее здание. И там у нас по карте есть какой-то тайничок. Может быть, там шифр к сейфу лежит. Но это было бы логично. Так, здесь в округе ничего. Никуда нельзя завернуть. Нет. Ладно, давайте заходить. Так, по карте, по-моему, была последняя колонна справа. Да, вот она. Так, где у нас последняя колонна справа. Откуда считать вход, а откуда считать последнюю? Так, тут вроде ничего. Ладно, давайте пойдем сюда. Можно дальше пройти. Какие-то изображения. Ну, это понятно, что это религиозное заведение. Мечеть, скорее всего. Учитывая, что мы на Кавказе. Так, это что было? Ага, вот он тайник, да? И что это такое? Механический эмбрион? Ни хрена себе. И куда мне его засовывать? Этот механический эмбрион. Где под него место? Так, давайте попробуем пойти набрать воды в... в канистру. Куда ее заливать? Еще вопрос, да? Так, а воды-то и нету, да? Нигде? Точек активных нету. Ладно. Давайте попробуем здесь что-то похимичить. А, мне здесь химичить, а не с чем. Нужно найти то, чем управляться. Давайте попробуем все-таки пойти к сейфу. Мне кажется, там что-то очень важное лежит. Единственное, что я нашел, это номер машин. Явно неспростые эти цифры, а больше я их никуда применить не могу. Ну, соответственно, давайте пробовать комбинацию 5-7-3. Может быть, какие-то нужно, знаете, как медвежатники крутить в разные стороны. Вот, например. Так. Ну, допустим, так. 5. 7. 3. Нет, да? Так, это я сбросил. Как его сбросить-то? Ну-ка. Да, и был шелчок, слышали? Отлично. Как-то случайно получилось у меня, как обычно это бывает. Так, это что я взял? Переключатель. Это, наверное, эту штуку нужно как раз эту панель всунуть возле фонтана. Моя милейшая Мария. и внутри дольменов дают противоречивые результаты. Захоронения встречаются совсем несчастными. Меня же не устает поражать их совершенная форма. Это точность, с которой плиты пригнаны друг к другу. Иногда я даже позволяю себе пофантазировать на тему того народа, вы построили эти величественные минии. Народа, который уже давно исчез, и оставил больше ничего после себя. Я знаю, что всему должно найти ясное объяснение. За этим мы сюда и приехали. Очень скучаю. Так жаль, что письма приходят с большой забежкой. Мой А. По скриптум удалось сделать дагеротип гальмена. Обязательно покажу тебе. Повозвращи. Что-то музыка играла громче, голос. Давайте попробуем это убрать. Настройки здесь не очень качественно исполнены. То есть не тонкая настройка, как говорится. Так, давайте пойдем тогда засунем это в панель управления. Вроде музыку тише сделала, а такое ощущение, что играет только громче. Так, сюда. надеюсь подойдет. Да, хорошо. Так, теперь давайте смотреть. Нужно как-то их подключить. Так, здесь схема есть. Нет, это не та схема, по-моему. да, это не та схема. Да, вот она. При задействовании насосной станции. Что такое насосная станция? Насосная станция, это видимо там, где я ломик нашел, там, где вентиль. и чтобы задействовать нужно здесь каким-то образом поставить. А потом, когда мы задействуем насосную станцию, нам нужно будет поставить их в одну цепь, я правильно понимаю? Так, давайте смотреть, плюс-минус, и они все повернуты налево. Давайте попробуем налево их все повернуть. Нет? Нет, тогда они не будут соединены. надо плюс-минус учитывать, подождите. Там важно плюс-минус именно. Плюс-минус от минуса идет 2, от плюс идет 2 на плюс. От минуса к плюсу, да? От минуса к плюсу. Так вот попробовать. или вот так. От минуса к плюсу. Давайте попробуем так, но я что-то сомневаюсь, что это правильно. Давайте попробуем. У меня такая догадка, то есть сначала нужно включить насос, учитывая, что он не включался, а учитывая, что здесь ничего не сделано случайно, то включить его однозначно нужно. И заработает он, наверное, только при наличии питания. хренас два. Ладно, пойдемте думать. Давайте пойдем в трамвай, может быть, сходим, хотя там был всего один ящик, и тот не открывался. И он явно не откроется, пока я не заведу питание на трамвай. Понятно, когда я активирую насосную станцию, у меня заработает фонтан. То есть вся загвоздка сейчас именно в том, чтобы включить насосную станцию. Давайте все-таки в трамвай сходим. Может, я что-то здесь упустил. Так, нуга. Как я-то раньше не заметил. сюда нужно залить бензин. никакой бензин в трамвае. Это, наверное, какой-то радиатор, охлаждение, наверное. Да, скорее всего, сюда нужно будет залить воду. Ну, все, примерно картинка складывается. Для чего нам канистра, по крайней мере, я понимаю, как добыть воду, я тоже понимаю, только я не понимаю, каким образом... нет, не открывается. Каким образом поставить эти щитки так, чтобы заработала насосная станция? То есть, допустим, когда мы открывали сейф, там было слышно щелчок, и ты понимаешь, что все, ты сделал правильно. Здесь же такого нет, или может, просто я пока неправильно не понял принцип. Ладно, давайте пробовать. Плюс-минус. Здесь они все в одной сети, а здесь они все в разных сетях, да? Вот так. Она пойдет по цепи. здесь останавливается. Кстати говоря, что-то я сейчас, когда смотрел на инвентарь, увидел ручку, я про нее забыл, у нас же еще один аппарат. про который я тоже забыл. А там было место как раз под рукоятку. Давайте к нему пойдем. Я что-то пронял с этими сейфами и всем остальным и запамятовал. Все время мне хочется просто с помощью ВСД походить. Это было бы намного быстрее. Но это квест. У него свои преимущества и свои ограничения. Которые, кстати, к минусам-то нельзя отнести. Так, давайте попробуем рукоятку засунуть. Понятно. Так, нужно куда-то комбинацию. а как ее каким образом ее найти-то? Нет, да? Все вниз, все направо. Но явно нужно понять, каким образом. Так, давайте пробовать. какой-то зуб был особенный. Да, получилось. Я прав? Нет, не получилось. Я уже обрадался. Просто звук был такой специфический. Получилось, что ли? Блин, вообще не понял, как это получилось. Главное, что получилось. так. Схема питания, у нас вот она. Вниз, вверх, влево, так, надо запомнить, блин, вниз, вверх, где плюс, плюс, там, плюс. Ладно, давайте пробовать. Примерно понял. Мне так кажется. Если я правильно понял, то что они хотели до меня донести. И если вообще на этот пример нужно ориентироваться. Там просто по-другому расположены плюс и минус, по-моему, наоборот. так, да, нет. Так, здесь они соединены последовательно, да? Минус идет все на плюс. Минус уходит на плюс. Я правильно понимаю? Вот как сейчас. Пошел минус, и он пришел на плюс. Ну-ка. Попробуем. Проблема в том, что, я так понимаю, понять, правильно ли это комбинация, можно только лишь дернуть за рычаг насоса. а к нему приходится постоянно вот так бегать. Заработал. О, заработал. Отлично, значит, все правильно. так. Теперь, я так понимаю, мы можем набрать воды. Потому что насос за работу, только вольем мы его в радиатор, или что там как-то называется у него. Охлаждающий механизм. Тогда, может быть, откроется в трамвай. Ларец, в котором что-то важное лежит. кран я уже повернул, у нас можно идти в странах сразу напрямую. Да, здесь водичка появилась, отлично. Давайте пробовать набирать. Хорошо. Так. Значит, нужно идти в трамвай. уже километр тут намотал по этой пустыне. Так, давайте. Хорошо, водичка есть. Давайте. Хотя я сомневаюсь, что здесь еще что-то откроется. да, оно не откроется, потому что на него нужно питание, потому что здесь есть сеть для обеспечения трамвайного сообщения. Здесь они все завязаны в одну единую цепь. Ладно, давайте попробуем. Наверное, нужно вернуться опять к этому щитку и поменять там рычажки. потому что если они будут меняться, значит, я мыслю правильно, если они не застопорены на том положении. Так, здесь они у нас в единой цепи. От минуса к плюсу. Давайте, значит, так, а в единую цепь там мы как сделаем? Так. Вот так, что ли? Тогда они между собой соединены. Или они должны пойти вот так. Вот так, это я уже делал. Так, трамвай не работает. Давайте попробуем их в единую цепь сделать. Посмотрим. Так, а что должно произойти? Трамвай должен, по идее, каким-то образом подать признаки жизни. Нифига подобного. Ладно, значит, я что-то неправильно включил. Или просто не то делаю в принципе. Ну-ка, если даду гадость применить на нем. Нет. Ладно, пойдемте пробовать цепь по-другому делать. Попробуем такой вариант замыкания в цепь. Чем черт не шутит? О, аллилуйя! Все-таки я неправильно замкнул, так. А сюда, наверное, тут гадость надо вставить. Эмбрион. Ой, как отлично, как я рад. Голова уже пухнет от этих головоломок. неплохой способ организовать движение трамвая. что-то как-то тяжеловато пошло, но я буду рад в любом случае отсюда свалить. мне эта локация порядком поднадоела. А что там порядком поднадоело? Я задолбался. Ладно, главное, что мы сделали то, что нужно. Теперь понять, куда мы приедем. Из одного его галлюцинации в другую. Так, это что, башня какая-то, да? величественное сооружение из деревьев. немножко. Так, Так, вот мы вышли, где непонятно, ну понятно где нам показали это в ролике, но непонятно что нам дальше делать и куда податься. Так, здесь одна дверь, сюда пройти нельзя, что-либо подобрать. Нет, судя по всему нет, ну хорошо, давайте на этом эту серию закончим, это будет логично, мы покончили с гололомками на той локации, но судя по всему здесь нас ждет их не меньше, надеюсь вам понравилось, следите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, с вами был AnyBodyPlay, до новых встреч, все, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok